Всем привет! Это Киев, май 2023 год. Где можно погулять в Киеве мы сейчас увидим. Идем в парк Феофания. Особенно красиво в парке Феофания весной. Билет стоит 40 гривен для взрослого, для детей 20 гривен. Парк Феофания это красивая историческая садово-парковая местность на территории Голосеевского района города Киева. Здесь совсем не ощущается суета мегаполиса, хотя парк расположен в черте города. Парк Феофания работает с 8 утра до 20 часов вечера. Доехать в парк Феофания можно на 57 автобусе. В парке Феофания можно гулять целый день, потому что здесь очень красиво. Посмотрите, какая красота в парке Феофания в Киеве. Показываю вам, где можно погулять в Киеве. Парк Феофания отличное место. Такая беседка красивая, можно отдохнуть здесь, сфотографироваться. Сюда еще можно доехать 548 маршруткой от станции метро Выставочный центр и ипподром. И 444 маршрутка от станции Арсенальная, от метро Печерская, от метро Дружбы народов и Голосеевской. Посмотрите, какой чудесный вид! Какая природа! Уточки живут здесь и плавают. Раньше уток здесь было очень много. Мостик. На этом мостике все фотографируются. Но сегодня в парке мало людей. Парк Феофания идеально подходит для прогулок и фотосессий в любое время года. В парке Феофания вы увидите сочетание тишины и спокойствия, леса и облагороженной природы. Если вы ищете место, где отдохнуть от городской суеты, обязательно посетите парк Феофания в Киеве. Источник Святого Михаила считается целебным. Местность парка Феофания впервые упомянута в 1471 году, как Лазаревщина. Утка тоже гуляет по парку. Современное название Феофания место получило в 1803 году. Киевский митрополит Гавриил дал свое благословение на то, чтобы эта территория получила имя в честь епископа Феофана, настоятеля Михайловского Золотоверхового монастыря. Озера освежают воздух и создают удивительный пейзаж. Котик тоже гуляет в парке. Посмотрите, какой живописный парк. Большая территория, душевная атмосфера, чистый воздух. Приятно здесь очень гулять. Спокойствие такое. В парке Феофания пять озер. Мы будем идти до последнего озера, а потом будем возвращаться обратно. Я вам покажу детскую площадку, кафе и еще много чего другого. Необычная лесная зона парка объединяет 300-летние дубы и 100-летние липы. Посмотрите, какое здесь все красивое и зеленое. В парке Феофания есть беседки, мостики, ухоженные дорожки. И вообще парк ухожен очень. Чистота здесь. Очень приятно здесь гулять. Площадь парка Феофания в Киеве 15 гектаров. Скамеек много в парке. И столики есть. Это уже последнее озеро. Мы будем возвращаться в другую часть парка. В урочище Феофания на южной окраине Голосеевского района Киева расположен Пантелеймоновский женский монастырь. В понедельник и в четверг вход в парк Феофания бесплатный. В парке есть спортивные площадки, детские площадки. Здесь столики и стулья. Можно заказать тут что-то покушать и напитки разные. Посидеть, отдохнуть. Посмотрите, как здесь аккуратно. Кусты, деревья, травка зеленая. Все так ухожено. Агава растет в парке Феофания. Куда бы ни посмотрел, везде красота. Видно свято-пантелеймоновский монастырь вдали. Красивая аллея и скамейки стоят здесь. Можно в тени отдыхать. Какие яркие, красивые цветы. Прелесть. Красивый желтый кустарник. Я даже не знаю названия. Но красивый очень. Красота. Да, но парк Феофания почти пустой. До нападения России на Украину здесь было очень много всегда людей. Особенно в это время весной. Еще одно маленькое озеро. Это в начале парка. Еще покажу вам здесь мостик в начале парка и скамейку, сердечко. Там люди фотографируются обычно. Сейчас пойдем к скамейке. Спасибо этим людям, которые ухаживают за этим парком. Здесь обычно много людей. Люди фотографируются. Первый раз я вижу за много лет, что тут пусто. Показала я вам, где можно погулять в Киеве. Красивый парк Феофания в Киеве. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я желаю всем мира, добра и отличного настроения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.